здравствуйте так вижу я уже в эфире я тут пытаюсь как-то закрепить тему честно говоря не знаю как это делать поэтому немножко эксперимента ну а вообще сегодняшний мой эфир про то как же выбрать подарок как мы их выбираем на что обращаем внимание здравствуйте здравствуйте первые гости очень рада вас видеть сейчас буквально несколько минут подождем когда присоединятся остальные желающие к эфирам да сегодня поговорим о подарках потому что мне кажется это очень актуальная тема так как в любом случае хоть один раз жизни но мы покупаем подарок дарим его ну и соответственно его надо как-то выбирать здравствуйте людмилы очень рада вас видеть всем интересно как же выбрать подарок вижу вас на эфире но пока все присоединяются может быть вы напишите как часто вы покупаете подарки может быть раз в месяц или раз в полгода какая примерно у вас периодичность было бы интересно узнать часто ли мы ходим по магазинам выбираем или может быть что-то делаем своими руками как выбираете здравствуйте так у нас уже больше в принципе время у меня по крайней мере ровно так стараясь выбирать заранее каждому празднику обязательно ну раз к каждому празднику то наверняка как минимум раз в месяц потому что да есть знаменательные даты которые отмечает вся россия такие например как новый год до 23 февраля но еще есть наверное дни рождения юбилеи какие-то знаменательные даты и тогда это соответственно может быть даже несколько раз в месяц такие походы да вот сейчас начался новый год новый виток так я бы сказала праздников так ну я думаю что мы можем начинать вы как согласны если согласны ставьте восклицательные знаки в чат и будем начинать не будем больше никого ждать обсудим эту приятную тему про подарки я надеюсь что вы со мной тоже поделитесь возможно своими какими-то маленькими секретами как вы их выбираете я поделюсь обязательно сегодня с вами своими наблюдениями восклицательные знаки пошли и тогда мы будем начинать с вами договорились да безусловно каждый из нас выбирает подарки к любому празднику к дню рождения к знаменательным каким-то датам здравствуйте давно присоединились к нам очень рада вас всех видеть отлично у меня такой к вам вопрос друзья да вот думаю что нет такого человека который бы не любил получать подарки а что вам больше нравится вы любите больше получать подарки или же дарить подарки давайте так кто любит больше получать подарки цифру 100 в чат а кто больше любит дарить подарки ставьте 200 посмотрим какая у нас сегодня аудитория собралась кто что больше любит ну а пока вы отвечаете в чат я скажу что я безусловно люблю больше дарить подарки мне нравится видеть восторг в глазах да вот это вот удивленность приятность которую я дарю вместе со своим подарком так вижу уже одного кто меня поддержал и тоже любит больше дарить подарки здравствуйте лидия очень рада вас видеть причем я люблю вы знаете дарить подарки не только на какие-то знаменательные даты и в принципе практикую такое что дарю просто вот захотелось мне да отметить ну сегодня да сегодня день татьяны так что можно подарить и приурочить к этому ну например просто потому что 26 января потому что у меня есть хорошее настроение и мне хочется этим поделиться с кем-то да и я безусловно могу сделать такой маленький какой-нибудь или может быть даже большой подарок человеку так вижу да что многие любят а Людмила любит и получать подарки и дарить подарки да безусловно получать подарки это тоже такой особый подъем да сразу у нас нам становится приятно на душе но знаете когда мы получим ну по крайней мере вот у меня не знаю согласитесь со мной или нет когда мы получаем подарки в дни рождения да или в какие-то определенные знаменательные даты своего рода мы как бы ждем подарка то есть мы ожидаем что человек придет потому что вот там у меня например день рождения да и поздравит меня но мне кажется что гораздо приятнее когда мы получаем подарки в обычный день в обычный день какой-нибудь спонтанный подарок он не обязательно должен быть крупным большим да каким-то или весомым а вот просто потому что человек человеку захотелось так сделать если вы очень люблю дарить подарки вижу да если вот вы так же как и я да разделяете мое мнение ставьте цифру 500 давайте будем с вами сегодня активными будем делиться информацией и тогда у меня следующий вопрос вот например нас пригласили на какой-то праздник да будь то день рождения или какая-то знаменательная дата и мы собираемся на это мероприятие соответственно мы там готовим какие-нибудь нежные теплые слова безусловно поздравления и идем за подарком на что вы обираетесь при выборе подарка вот очень было бы интересно узнать ваше мнение пишите их в чате забегайте быстро в магазин по дороге покупаете может быть тортик или коробку конфет или какой-нибудь косметический наборчик из супермаркета и бежите на день рождения или на какой-то праздник или может быть ну вот был ответ до этого я видела да что готовлюсь заранее то есть заранее вы продумываете какой-то подарок к тому или определенному дню до для определенного человека тогда у меня вопрос вот для тех кто продумывает заранее на что вы опираетесь что вами руководствует да то есть вы вспоминаете ваши предыдущие разговоры и может быть где-то там что-то упоминалось чего хочется этому человеку или вы включаете больше свою фантазию и дарите какой-то подарок по вашему усмотрению пишите в чате в принципе вот те моменты которые я проговорила я там действую сама да то есть я вспоминаю о чем мы говорили что может быть приятно этому человеку да может быть где-то там что-то упоминалось безусловно конечно включаю иногда фантазию потому что бывают иногда такие моменты вот буквально на новый год был последний раз со мной случай когда меня пригласили да на праздник отметить новый год и в принципе с людьми я еще не успела близко познакомиться и нужно было что-то подарить конечно я не поклонник забегать вот в магазин не сторонник точнее забегать в магазин и покупать лишь бы что-нибудь для галочки да мне хочется подарить такой более полезный подарок вот я за полезные на самом деле вещи то есть чтобы человек использовал их радовался вспоминал меня при этом каждый день да и может быть по случаю при встрече всегда мне говорил о ты знаешь а я пользуюсь и очень рада так вижу хотите угадать желание да это возможно когда мы знаем хорошо человека да мы знаем его какие-то хобби может быть что ему нравится или что ему как по нашему мнению необходимо да и можем подарить такие подарки учитывая пристрастия кому человеку дарю то что хотелось бы иметь отлично спасибо большое друзья за ваши ответы очень приятно вашей активности здравствуйте юлия значит ага дарить отлично значит все мы готовимся и все мы стараемся угадать ну вот я вернусь к той теме по поводу забегания быстро в магазин и купить вот какой-нибудь косметический подарок или коробку конфет да объясню почему мне например такие подарки не нравится ну потому что гель для душа дарить да или мыло как то вот совсем не актуально оно буквально там через три недели израсходуется и никакой особой памяти не отложится до у человека и тем более это такой банальный подарок который можно в любом супермаркете встретить но опять же если говорить о таких товарах о косметических да то косметические товары товаром рознь вот например из магазина я не никогда бы не подарила бы да набор а если взять хорошую высококачественную косметику да например ну вот я поклонница вот такого крема для тела серии ладанса да то есть это косметика премиум класса и этого крема хватает ну практически на полгода да то вот такое возможно я и подарю также я думаю что я бы подарила на день рождения или на какую-нибудь да ну может быть такую в зависимости опять же какой праздник и кому я иду да вот такой лосьон для рук потому что его тоже очень надолго хватает и в принципе руки мажут все их стараются сохранить защитить да то есть и вот такой вот лосьон будь он на рабочем столе или на туалетном столике каждый день каждый день а может быть и в день по несколько раз будет напоминать обо мне и мне от этого будет тоже приятно и тепло поэтому подарки конечно нужно выбирать с умом да готовиться желательно заранее а скажите пожалуйста дорогие друзья вы когда-нибудь спрашивали у того человека кому вы идете например на праздник что бы он хотел то есть задавали ли вы такой вопрос в лоб скажем так эти крема супер качество да елена спасибо большое я вижу тоже используют их и знают да я самосторонник ну честно пока вы там пишите использовали ли вы такие методы еще подготовила здесь вот такой вот новинку крем да тоже который будет использоваться длительное время и это косметика премиум класса то есть это не какой-то там кремушек из магазина за 200 рублей потому что для меня например тоже вот крем за такую ценовую политику непонятно что он же будет делать со мной поэтому вот такой бы подарок я преподнесла если мы говорим например о мужчинах да тут также есть мужская элитная косметика или еще мужчины любят вот такой вот замечательный окси спрей который снимает раздражение после бритья а бреется у нас большее количество мужчин да чем не бреется поэтому это тоже будет приятный подарок я думаю и не только для мужчин но и для женщин потому что хорошо увлажняет и кожу и волосы ну так и что друзья задаете ли вы в лоб что бы хотел человек получить на праздник сталкивались ли вы когда-нибудь с этим или нет пока не вижу ваших ответов ну а я с вами поделюсь своим наблюдением по этому поводу так как я уже вам говорила да что я люблю полезные подарки люблю чтобы ими пользовались люблю чтобы они приносили какую-то пользу они просто хламились где-нибудь в теплом углу углу вижу елена задает вопросы такие отлично елена тогда ответьте пожалуйста часто вам отвечают то есть дают прямой ответ что я например хочу получить крем для лица или какой-нибудь другой подарок получаете ли вы ответы на свои вопросы так вот я лично тоже всегда спрашиваю ну я конечно не всех подряд спрашиваю спрашиваю больше людей близких друзей родных потому что по истечению лет мы дарим очень много полезных вещей и вот так вот если например даже там сказать день рождения той же мамы что там ей нужно ну в принципе все есть поэтому гадать конечно мне не хочется и промахнуться тоже мне не очень хочется поэтому я всегда спрашиваю так задаю если знаю что ответ будет правдивым задаю но не всем ну да согласна Людмила что всем мы задавать этот вопрос не можем и да конечно же хотелось бы чтобы он был правдивым отлично так вот да я тоже задаю этот вопрос всем и да чаще я вам скажу что я получаю ответ на него но и мне это очень приятно потому что я знаю что я могу подарить то что нужно человеку честно говоря так сейчас часто отвечают и иногда приходится дарить конверт так как человек хочет подарить крупную вещь да это тоже выход когда мы знаем что человек например хочет какой-то крупный подарок да и мы можем внести свой вклад в это вот у меня было хотела вам рассказать как раз про эту историю я начала такой способ практиковать с 11 лет когда мне в 11 лет захотелось безумно захотелось иметь собаку и как раз должен был вот вот накануне скажем так дня рождения моего и мне все это я точнее всем подходила да я меня никто не спрашивал потому что ну что спрашивать ребенка а я ко всем родственникам подходила и говорю так все дарим мне деньги потому что я пойду и куплю себе собаку и вот наступил мой день рождения да мне подарили деньги ну к сожалению конечно родителям пришлось добавить немножко но по крайней мере я поняла что это дает мне возможность получить на праздник тот подарок который я хочу и так как мы с вами так устроены мы не можем читать мысли да и даже если может быть нам делают какие-то намеки не всегда можно правильно понять этот намек поэтому есть такой вариант да как спрашивать уточнять для того чтобы не промахнуться ну и вот как я уже сказала да что в 11 лет я первый раз практиковала такое и вот буквально практически скоро через три недели у меня будет день рождения и я уже тоже заказала себе подарок тот который я хочу поэтому не исключайте такого варианта не надейтесь на то что ваши мысли прочитают и ваши намеки поймут и конечно же заказывайте подарки заранее сегодня компанией ну по крайней мере вот которую я очень люблю это компанию цептер да есть большой выбор разных подарков и вы можете их сделать на любой бюджет да будь то или какой-нибудь маленький презент просто в честь 8 марта или может быть вы подарите большой сервис какой-нибудь да на ту же свадьбу например или на день рождения вы подарите нужный подарок который в принципе нужен всем и каждому это фулереновые очки которые будут защищать обладателя да то есть от синего спектра поэтому конечно спасибо вам большое друзья за ваши ответы мне было очень приятно с вами сегодня пообщаться может быть вы хотели бы еще чем-нибудь поделиться какие-нибудь секретики свои рассказать чтобы всем нам потом их тоже можно было использовать так мы сегодня поговорили о том что мы подарки покупаем заранее подходим к этому делу с фантазией хочется да сделать приятно человеку а не чтобы он просто для галочки получил этот подарочек а чтобы он вас вспоминал можно подарить конверт и тогда человек выберет для себя что-то весомое да ну и можно конечно сделать такой глобальный подарок ну пока не вижу ваших еще каких-то рекомендаций по поводу выбора подарков вижу только огонечки и сердечки спасибо большое если что-то вспомните какие-то советы пишите их в комментариях буду рада ставьте ваши сердечки мне очень приятно ну а я вам хочу пожелать дорогие друзья хороших замечательных праздников ведь через три недели буквально начнется следующая череда праздников день влюбленных 23 февраля 8 марта а между ними может быть еще и дни рождения и знаменательные даты готовьте подарки заранее так же как я уже говорила вы можете их заказывать в компании цептор и получать их знаменательному дню ну а я на сегодня с вами прощаюсь спасибо всем что вы были со мной была рада со всеми с вами повидаться пообщаться и до новых встреч до новых встреч до новых встреч